Здравствуйте! В эфире программа «Спорт на ТВ» и самыми актуальными событиями из мира донского спорта. Вас познакомлю я, Яна Габазова. 20 мая сразу в 15 регионах России прошел масштабный полумарафон «Забег». Особенность проекта – синхронный старт. Вне зависимости от часовых поясов люди со всей страны начали забег одновременно. В Ростове стартовали в 9 утра. Для спортсменов подготовили 4 дистанции на выбор. Полумарафон в 21 километр 100 метров, 10 километров 5 и 2 километра для самых маленьких. Начальной точкой забега стала Донская набережная, а ключевыми этапами улица Большая, Садовая, Публичная библиотека и проспект Соколова. Финишировали спортсмены также на набережной, где для всех гостей этого события подготовили фан-зону с различными активностями и развлечениями. Каждому участнику забега вручили памятную медаль с символикой Донского региона. А вот победители выбирали по трем критериям – средней притяженности дистанции, соотношению числа участников к числу жителей города, а также средней скорости бега. А теперь к победам донских атлетов. В Нижегородской области завершилось первенство России по самбо среди юношей и девушек 13-14 лет. За победу боролись 690 спортсменов со всей страны. Ростовскую область представляли воспитанники школы Олимпийского резерва номер 1 Михаил Саркисян и Елизавета Хачикова. В копилке наших спортсменов бронзовая и золотая медали соревнований. Юные дончане не перестают нас радовать даже в самых неординарных видах спорта. Юношеская сборная Ростовской области по хоккею на траве завоевала бронзу чемпионата России. Лучшим нападающим соревнований признан дончанин Алексей Соболевский. Продолжают радовать болельщиков и взрослые атлеты. На чемпионате Европы среди мужчин и женщин по тэквондо бронзу весит до 67 килограммов завоевала Полина Хан. На пути к заветной медали ростовчанка отдалела серебряного призера Олимпийских игр в Рио испанку Кальва Гомес. А во втором бою одержала верх над победительницей юниорского первенства мира из Хорватии Матео Елич. Главным разочарованием прошлой недели для всех дончан стало поражение наших гандболисток на европейском финале четырех. Но уже через несколько дней ростовчанки реабилитировались на национальном финале. В итоговой игре за Кубок России Ростов-Дон одолел Кубань со счетом 25-22. Лучшим игроком матча, по мнению болельщиков, признана Галина Мехдиева. Ну а я напомню, в этом сезоне наши гандболистки выиграли три российских турнира из четырех. Суперкубок, Кубок и Чемпионат страны. А также впервые в истории вышли в финал четырех европейского клубного турнира Лиги Чемпионов. Не отстают от девушек и мужчины гандболисты. Представители гандбольного клуба «Лидер ДГТУ» завоевали бронзовую медаль Чемпионата страны среди команд высшей лиги. Такой высокий уровень спортсменам из ДГТУ удается держать уже второй год подряд. Три раза в день мы тренировались. Утром, днем и вечером. Потом на сборах. Потом у нас был после ужина просмотр. То есть мы работали с 7 утра до 23. Несмотря на упорную работу и победы, путь к успеху у ростовчан весьма тернистый. Отсутствие собственного зала для подготовки, учеба в университете, которую приходится совмещать с регулярными тренировками, и кардинальная смена состава в середине сезона. Не будь этих сложностей, и исход соревнований мог быть успешней. Зато мотивации у спортсменов хоть отбавляй. У нас троих человек дисклифицированы. Одного человека на одну игру, а двоих на три игры. Несмотря на это, мы сыграли ничью с Белгородом, выиграли Омска. То есть говорит о том, что они поверили в себя. В ближайших планах гандболистов летняя универсиада в Белгороде, а также выход в Суперлигу. Все шансы на это у спортсменов есть. Тем более, что в новом сезоне команда пополнится четырьмя перспективными игроками. Донской регион продолжает активно готовиться к чемпионату мира по футболу. В преддверии мирового события в Ростовском музее изобразительных искусств открылась областная выставка детского творчества «Культурный футбол». Свои работы на тему мирового футбольного противостояния зрителям представили более ста юных художников области. Несмотря на то, что по положению был возраст от 5 лет до 16, но у нас даже есть самый юный участник, ему 4 года. И старший здесь это 14 лет. По факту получилась такая возрастная категория. Вдохновлялись юные художники игрой любимых спортсменов и яркими футбольными поединками. Самые креативные работы отметили дипломами первой, второй и третьей степени. У меня сразу в голову поступила идея нарисовать футболиста Роналду. Потому что этот футболист самый известный, его скорее всего все знают. Ну вот нарисовал матчи о Бразилии и Португалии, где Бразилия одержала победу со счетом 3-1. Однако предстоящий чемпионат мира – не единственное масштабное футбольное событие этого года. К международному противостоянию готовятся и совсем юные спортсмены. В Ростове стартовал региональный этап детского кубка мира по футболу. О том, сколько участников сражались за победу и почему ростовчане болели за Мексику и Уругвай – узнаем в следующем сюжете. Мексика, Бразилия, Уругвай, Хорватия и, конечно же, Россия. Всего 300 участников из разных стран на детском кубке мира по футболу. Пока это только региональный этап, да и сами юные спортсмены лишь примерили на себя роли иностранных футболистов. Однако это генеральная репетиция мирового кубка. Ничуть не уступает по накалу самому финалу. Всего на поле 32 команды. Ровно столько, сколько стран будет на взрослом чемпионате мира. Футбольная форма и многочисленная атрибутика в поддержку юных спортсменов. Все четко в соответствии с цветами флага, выпавшей на жеребьевке страны. Но вот строгому ритуалу открытия здесь нет места. Готовы? Повезлость начинает с Городов. Поехали! Погромче, погромче! Давайте удачи всем, ребята! Такое озорное настроение футболистам простительно. Самым юным участникам турнира всего шесть. Самым взрослым не намного больше – девять лет. Но что касается самого матча, тут все предельно дисциплинированно. Настрой на турнир – боевой. Он проходит раз в год, мы его ждем. И это самый основной турнир, к которому мы готовимся и все готовятся. Ребят, настроены на победу? Да! Кого представляете? Народи! Вы будете играть? Хорошо! Кстати, хорватских футболистов юные спортсмены знают весьма неплохо. Это тоже значимая часть подготовки. Модрич, Ранданович, Манджукич, Ханданович, Ханданович. Дальше разминка, обсуждение стратегии матча и тренерские наставления. Все как на взрослом чемпионате. Братарь у нас неизменный, все остальные играют на защите, поплотнее, мощно, встречаем. И вот старт матча Мдан. В свои юные годы эти спортсмены уже выполняют техничные крученные удары и красивые голевые передачи. Главное, не терять концентрацию, и тогда успех обеспечен. Но состязаются в этот день не только спортсмены. Здесь разгорелась настоящая битва болельщиков. Каждая группа стремится быть ярче других и громче. Мы поддерживаем своих детей, Россию, конечно же. Как поддерживаете? Как поддерживаем, вот так. Горячо. Мы сюда приехали побеждать, и наши дети будут чемпионами. Такие футбольные поединки до конца июня пройдут еще в 12 регионах России и ближнего зарубежья. Лучшие команды отправятся на международный финал в Турцию уже в октябре этого года. А пока российские болельщики, пусть и в экипировке других стран, готовятся поддерживать нашу сборную на предстоящем чемпионате мира. Билеты уже куплены. Ну а теперь о победах в сельском хозяйстве. Как эта отрасль относится к спорту, спросите вы. Не удивляйтесь, спортивным состязаниям здесь есть место. И еще какое. В Мясниковском районе стартовали 16-е всероссийские тракторные гонки «Бизон Трек-шоу». О настоящей битве сельхоз Титанов в нашем специальном репортаже. Соревнование «Бизон Трек-шоу-2018» объявляется открытыми пилотами по машинам. Только раз в год эти машины соревнуются в скорости, маневренности и устойчивости на трассе. И только здесь грузные и неспешные тракторы разгоняются до непривычно быстрых почти 100 км в час. Повторить успех известного всем шумахерам, но за рулем куда более габаритного авто в этом году вызвались 33 пилота из Ростовской и Московской областей, Краснодарского, Ставропольского края и Крыма. Но уже на старте соревнований ряды участников поредели. Пилоты целы, но гонка для них закончена. Да и тракторы теперь придется восстанавливать. А вот у других участников впереди еще 15 км гоночной трассы и 8 сложных этапов. Преодолеть каждый из этапов серьезное испытание для трактористов. Опасные повороты, высокие трамплины и, конечно же, водные препятствия. Все это делает испытание более зрелищным. Но главное для участников – добраться до финиша. Как показывает практика, удается это не всем. Очередной счастливчик теперь в заложниках водной преграды. И надежда на заветный кубок остается уже в прошлом. Будто почуяв добычу, погода еще больше осложняет ситуацию. Правда, ненадолго. И клубы черного дыма, и пыли от бешено несущихся гигантов вновь вздымаются над гоночной трассой. Особенность нынешнего турнира – условная национальная принадлежность гонщиков к одной из стран-участниц чемпионата мира по футболу. Осьминога предсказателя Пауля на этот раз заменяет иностранный флаг. В финале – Франция, Мексика, Швеция и Россия. Чтобы занять выгодные места и поддержать своих, многие болельщики приехали на гоночный трек за сутки до старта. Пока финалисты готовятся к моменту истины, 30-тысячную армию зрителей развлекают зрелищными трюками. К показательному шоу организаторы подошли с юмором. Тяжелые, на первый взгляд, бетонные блоки, обычный пенопласт. Зато выглядит это эффектно и лишь усиливает накал страстей и на трассе, и на зрительских трибунах. В битве за первенство сражаются Вячеслав Миронов из Подмосковья и азовчанин Александр Гречкин, которого ради гонки всего на неделю отпустили из армии. Именно его трактор под символичным российским триколором приходит к финишу первым. Родные, близкие поддерживали, друзья. Много кто поддерживал. Есть, может, какой-то талисман, как настраиваете себя? Ну вот. То есть это преемственность поколения? Конечно. А вот и главный приз за победу. И пусть эта машина не такая скоростная и маневренная, как специально усовершенствованные гоночные тракторы, но она также принесет немало побед. На этот раз уже в сельском хозяйстве. Это все новости за прошедшую неделю. С вами была Яна Габазова с программой «Спорт на ТВ». И помните, спорт – это стиль жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!